18 января 1943 года блокады удалось прорвать и только спустя год, 27 января 1944 года, то есть больше года, наши солдаты воевали, чтобы отодвинуть немцев от стен города на расстояние дальше, чем выстрел из пушки. Подразмеренные 50 ударов в минуту метронома, звучавшие по радио блокадного Ленинграда как символ надежды и жизни, педагог-организатор Уфимского подросткового клуба Елена Вязовцева рассказывает, как взрослые и дети пережили эти страшные 900 дней. Каждый год город Нефтеканск посещает передвижная выставка поискового движения России в Республике Башкортостан и каждый год тоже в течение последних четырех лет здесь проходит всероссийская акция блокадный хлеб. Ребятам рассказывают о блокаде Ленинграда, о прорыве блокады, о тяжелых 900 днях, которые пережил город, о сложностях, именно детям рассказывают о детях, как они переживали эту блокаду. Среди них девочка с трагической судьбой Таня Савичева. Она вела дневник во время блокады и записывала в нем даты смерти своих родных, которые уходили один за другим. Дети узнали, как сверстники тех лет помогали тушить зажигательные бомбы, что ели. Есть такая тема, что дали одну тарелку супа и достаточно. Мы объясняем детям, что суп это не в нашем понятии борщ или щи, а именно там он был из дрожжей или из чего-то такого туда закинуто. Хорошо, если картошка попала или еще что-то. И они спрашивают, а что, больше ничьем ничего не давали? Ну и тут наглядно показан этот кусочек хлеба, который размер кусочка хлеба, который был, то есть по весу-то он был 125 грамм, а размер-то у него совсем очень-очень маленький. И дети как бы сопереживают. Вообще у нас очень хорошие детки, они прямо сопереживают, они очень со слезами на глазах даже бывает смотрят эти сюжеты, слушают рассказ Елены Александровны. И, конечно же, школьники увидели экспонаты, найденные на полях сражений в годы войны, представленные региональным отделением поисковое движение России. Цель и задача выставки – чтобы современные дети не забывали о великом подвиге своего народа. Мероприятия ежегодно проходят в городе при поддержке историко-краеведческого музея, комитета по делам молодежи и Центра спорта и туризма. Марина Медвинская, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».